Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы будем готовить 3 простых, но очень вкусных по-своему рецепта выпечки. И первый это банановый хлеб. Нам понадобится 3 банана, один я откладываю. Также шоколад 50 грамм, у меня такой специальный уже в таких кружочках. Мука, обычная, лучше берите обычную, у меня цельнозерновая, нам понадобится 200 грамм. Растительное масло 100 мл, у меня масло виноградной косточки, также сахар 50 грамм. Можно мед и пекарский порошок или разрыхлитель, 1 чайная ложка. Измельчаем орехи грецкие, также вы можете взять любой другой орех, который вам нравится, можно в блендере измельчить. Я измельчаю ножом. Очищаем наши бананы, и бананы должны быть прямо очень коричневые, тогда вкус будет сладкий, нам понадобится мало сахара. В этом рецепте нужно всего 50 грамм сахара, за счет того, что бананы очень сладкие. Я взяла чуть побольше бананов, 3,5, так как мне кажется, что у меня не такого среднего размера, и я решила добавить чуть побольше. Измельчаем бананы именно вилкой, так лучше всего получается консистенция. Не измельчайте в блендере, вилкой получается самое то. И вот тут я вам посоветую взять в миску побольше, либо переложить бананы в миску побольше. Я этого не стала делать, в дальнейшем вы увидите, что места мне не хватает, я все замешиваю в этой небольшой миске. Теста получится много, поэтому сразу берите миску побольше. Добавляем 3 яйца, перемешиваем просто вилочкой. Добавляем измельченные грецкие орехи. А также шоколад или шоколадные чипсы. Я использую весы, вы можете использовать мерный стакан, как вам удобнее. Наливаю масло, так смешно, потому что все время смотрю, сколько там у меня получается миллилитров, но нам надо 100 миллилитров. Дальше добавляю, добавил уже муку 200 грамм и сахар 50 грамм. Все смешиваем. Про это я вам и говорила, миска довольно маленькая, но тем не менее мне удалось все смешать. Прикладываем тесто в форму для кекса. Я ничем не смазываю, у меня силиконная форма и в рецепте очень много масла, поэтому ничего не будет прилипать. Кладем в духовку на 108 градусов примерно где-то час. И вот такой красавчик получается, чуть влажный, вкусный внутри. Следующий рецепт. Апельсиновый пирог на миндальной муке. Варим 2 апельсина 1,5 часа. Это важно, чтобы ушла горечь именно так долго. Остужаем, разрезаем ножом на небольшие кусочки и измельчаем в блендере вместе с кожурой. Оскар нам помогает это сделать. Мы добавили 5 яиц, сахар 280 грамм, а также миндальная мука 225 грамм, 1 чайная ложка разрыхлителя и ванильный экстракт. Отправляем в духовку на 170 градусов 40 минут примерно. И потом можно присыпать сахарной пудрой. Пирог очень нежный, мягкий, тает во рту. И последнее это морковный кекс. Для этого я измельчаю в блендере морковку. Нам понадобится 180 грамм. Также грецкие орехи 75 грамм. Примерно так это все будет выглядеть. В отдельной миске смешиваем 2 яйца. 150 грамм сахара. 200 грамм муки. 1 чайная ложка разрыхлителя. 110-150 грамм растительного масла. Я добавила 150 грамм масла виноградной косточки. Добавляем измельченные в блендере морковь 180 грамм. Грецкие орехи 75 грамм. А также замоченный изюм 50 грамм. Прикладываем силиконную форму для кекса или любую другую форму. Маслом не смазываю, так как к ней ничего не прилипает. И в духовку на 180 градусов 40 минут примерно. И получается вкуснейший кекс. Столько много вкусов в нем. Он обалденный. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров.